Дневной разворот У нас музыкальная музыка будет звучать К нам в гости придет группа замечательная Под названием Авокадо Джем Которая отличается своими латиноамериканскими Зажигательными совершенно ритмами И сами все такие зажигательные люди Причем ребята сказали Мы не будем ни о чем рассказывать Готовить к чему-то вас Приглашать куда-то Мы просто будем играть Прекрасно, музыка должна сама за себя говорить Но мы, естественно, будем задавать вам вопросы Творческие задания, кстати, готовьтесь Звоните 211 Творческие задания? Да, я сегодня буду предлагать петь нашим слушателям Замечательно поем все вместе После 12 Ну и призы, конечно, уже у нас есть В первом части тоже тема культуры В Кировском театре кукол имени Афанасьева Сменился главный режиссер И мы сегодня пригласили в нашу студию нового Главрежа Это Ролан Банин Ролан, добрый день Добрый день Или банджух Ну как же дать Боже Как вам удобно Гутентак я хочу Гутентак это у нас были когда немцы в студии Немцы у нас недавно были И Андрей Антонов Заведующий литературной частью Кировского театра кукол имени Афанасьева Добрый день Добрый день Уже заголовки кировских СМИ Они везде мелькали Француз возглавил Кировский театр кукол Француз Француз Можно Может быть Какие-то корни Может ваши Вятские Кировские Найду Вы знаете что недалеко от Кирова Есть деревня под названием Бани О не знал Знаменитая довольно таки деревня Деревня Бани А вы Банин Где лет 10 назад Был зафиксирован случай Каннибализма кстати Ой Так что я не знаю Ту ли ты деревню предлагаешь Ролану В качестве родового гнезда Или поместья Ну давайте будем знакомиться С вами Ролан И об Андрея тоже не забудем Поговорим о планах ваших творческих О будущем ближайшем Нашего театра кукол Итак давайте знакомиться Хотя мы уже в общем-то знакомы Вы были уже в нашем городе Работали Можно я упомяну Да Спектакль на котором вы работали Это два веронца В театре на Спасской Ну давайте еще раз Слава богу идет Да Прекрасно Да Я очень рад Потому что Видимо Загодели Как реагировали Хорошо Спектакль Театр Довольница Спектакль И это остался Ороши Опит для меня И наверняка Это очень повлияло На мой выбор Возглашаться в Киров Если это были Страшные истории Тогда наверняка Ну я не был бы здесь Вот Так что Ну это Конечно Я ощущал Какой-то Ороши Города И я думал Что ну Это стоит Здесь Возглашаться Ну давайте Есть судьба Нет Ну все-таки Вот согласитесь Театр С живыми актерами Да И театр Кукольный театр Марионеты Как бы Это немножко Разные вещи Да Да Ну хотя Вы знаете В этом случае Это не так далеко Потому что маск Который Как раз Использовали В Два Веронс Это тоже основа Кукольного театра Потому что Маск и кукол Ну это одно и то же Вещи По сути Это как Оторжать Лицо актера И его ставить На руках А потом На маринетке И так далее То есть Та же маска Только она Отделенная Мы снимаем Лицо актера И играем с ними Вот Ну Они Связаны И так что Ходим Очень далеко Но У меня Это не новость Для меня Занимался Кукол Оранжей То есть Доводилось Работать Уже С кукольным театр Подождите Вы как-то Сразу В профессиональную Среду Как-то За головой Бамс Давайте Я вообще Хотел начать Вот с чего Я недавно Совсем Перечитывал Биттера Ирофеева У него Есть такой Очень грустный Грустный Рассказ Как мы Зарезали Француза Ой Ну Ничего Там Никто Ножом его не резал Не-не-не Там тоже Приехал Француз Ему тоже Понравился Советский Союз Он решил В нем Остаться Решил В нем Пожить Найти Эту Нашу Загадочную Русскую Душу Он тоже Читал Чехова Читал Достоевского Спился Ну Это еще Не мой Проблем Я понимаю Да Это Такая Немножко Грустная История Вот Он тоже Ему Казалось Что Как-то Все Хорошо Какие-то Чистые Люди У нас Провинции Живут Да Но Правда Он Петережу Вот У вас Нет Такого Опасения Что Вот Это Впечатление Может Оказаться Таким Неправильным Знаете Это Такое Стадо Вначале Все Прекрасно А потом Какой-то Тяжелый Будни Начинаются Каждодневные Потом Идет Все Возьмем Третий Этап Это Примирение И Потом Стать Со Всем Интеграции Так что Я уже Прошел Через Эти Разные Стадо И Уже Сейчас Был такой Момент Где я ушел Во Франции После Учебы И потом Понял Что все равно Мне нужно Здесь Ну Помните Меня Резали Просто Два года Назад Когда я Возвращал В Россию На первый день На меня Напали Три парня То есть На самом деле Резали Не резали Но сломали Челюсть Но все равно При этом Это Как бы Для меня Облегчение Очень странно Звучало Но для меня Я чувствую себя Звобой Как раз И Все Забил Про Францию И Эту сторону Жизни Вы тоже Познали А можно Добавить Куклы Не пьют Ну С ними То есть Проще В этом плане Работать Но кукол Кто-то Водит Ну Ладно Эту тему Закроем Ты же Говорил Что надо Начинать С искусства Да Давайте Чтобы Познакомить Вас в нашей широкой аудитории Давайте все-таки По основным вехам Вашей биографии Пройдемся Наверное Откуда вы Краткую биографию СМИ вашей сообщили Что вам 35 лет Угадали смешники 35 Родились в Швейцарии В настоящее время Гражданин Франции Учились В Белоруссии В России Оба И в Белоруссии И в Россию И в Франции Тоже Расскажите Что заканчивали Какая специальность Где вы успели поработать Дело в том что Я очень рано Увлекался С творчеством Станиславский Но к сожалению Во Франции Очень мало Рано это как Будучи еще школьником Не Очень поздно 20 лет В 20 лет 19 Я занимался Вообще В начале Первое образование Как программист А Станиславского Вы в переводе читали? Да На французском Ну конечно Программист по образованию Вначале Потом бросили Читали Станиславский И бросили Ясно Станиславский Вас от программирования Оттолкнул У нас кстати Вятский Опорный университет Неплохо В этом отношении У вас есть возможность Продолжить обучение К этому Спасибо Не хочу Все нормально Сейчас я очень доволен В театральной сфере Вот Но так получилось Что я Я Я Я думаю Что так нужно учить В смысле Нужно учить Станиславский И тогда я пошел В Беларусь Ну Это длинная история В Беларуси Был французский ассоциаций Которые Ну как Преподавали французам Туда Потом остался В Беларуси Я поступил на ресур И тогда Был только ресур От кукол И Но был очень Очень хороший Мастер Алексей Лилавский Который Ну Завоевал В прошлом году Мальзатой Маск Вот И Я здесь остался Беларусь А непосредственно Город Минск Да Минск Да И Я учил Паралет Влюбился В театр Кукол Потому что Раньше Не особенно Занимался И потом Переехал В Петербург Чтобы учить На ресурдраму Так что У меня два образования Вот И Я В последнее время Большинство Занимался В драме Но Всегда Хотел В театр Кукол Пару спектаклей В театр Кукол Ставили Но К сожалению Театр Кукол Немножко Бедный Театр По существованию И Сложно Бедный В смысле Денег мало В смысле Мало Везде К сожалению И Еще Хуже Чем Театр Драма Так что Не было возможности Иногда Свои проект Реализовать А сейчас Будем как раз Этим заниматься Я в этом рад Потому что Я как-то Хочется уходить От битовой Театра Драматически Хочу Как-то Других Вид существования И других Как магии Использовать Вот эта стезя Ролан Именно Театр Кукол Она надолго В вашей жизни В смысле Вы чувствуете В себе Сейчас Чувствуете силы На протяжении Продолжительного Времени Заниматься Именно Куклами Или не исключаете Что когда-то Возможно Отойдет Отляжет И вы вернетесь В драму Я не считаю Что я Ушел из драмы Я буду Это вести Параллельно Возможно Что я иду Потом на постановку В другое место Драматическое Спектакль Но Как раз Я в Кукольный театр Я буду Этим заниматься Вот Но Для меня Был какой-то Другий момент Где было Трудно Найти Именно Что хотел Дед В театр Кукол Вот Я Последнее время Последний год Как раз Собирал Разные материалы Которые мне Показали Интереснее Для этого Вот Это опасности Просто заниматься Театр Кукол Без знать Зачем Именно Театр Кукол Вот Это Иногда Просто Бывает Такое Ну Хотим Деть Спектакль Чтобы Купировать Драматический Театр И Мне кажется Что это Нельзя В смысле Не надо Так что Ну Было Такое Время Для меня Подготовка Внутренней Решить Для себя Что хочу Ставить Те Кукол Это Непросто И Думаю Что это Вечный Поиск Материал Мои Коллеги Мы сегодня Только что Обсуждали Такий Вопрос Начинается Очень Серьезный Разговор И В театре Чтобы Давайте Ищем 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 Материал Придумаем Своих Собственных Свои Новые И Чтобы Ну Как у нас Больше Создать Оригинальный И наш Они Чисто Занимаются Давайте Классически Ставим Я просто Объяснил Моей точки зрения Что Театр должен Быть Успешнее И для Успешнее Он должен Отличаться От других Он должен Иметь Свою Личность Свою Изюминку Конечно Индивидуальность И Я не Пришел И Говорю Именно Так Должен Быть Нам Нужно Искать Свои Особенности Свои Специальности И Будут Хратить Год Два И Три Чтобы Определить Вместо С Администрации У У У Свои И Свои Направления Поиска Но Это Я могу Ошибаться Я сказал Метафор Это Как Мы Идем К Индии Ищем Индии И Может Открываем Америку Вот Так Что Я Не Могу Точно Сказать Что Будет Но Буду Заниматься Путешествия С Ребятам И С Изврателям Потому Что Это Тоже Зависит От Них Вот Что Будет Им Нравиться Мы Конечно Продолжим Нашу беседу У нас Небольшая Пауза Буквально Скоро Вернемся Продолжаем Нашу беседу Театр Кукол Имени Афанасьева Сменил Главного Режиссера Ролан Банин Новый Главный Режиссер У нас В студии Андрей Антонов Заведующий Литературной Частью Кировского Театра Кукол Имени Афанасьева Андрей Как Коллектив Воспринял Вернее Нового Режиссера Я бы Наверное Даже Уточнил Андрей Как Вы Сами Потому Что Ролан Говорил Что У него Очень Много Идеи Заранее Было Я думаю Что Он Вас Сильно Не Огорошил Своими Идеями У Ролана Не только Есть Идеи У него Целая Концепция Есть Целый Проект Как Видится Ему Театр Кукол Я Этот Проект Читал В этом Проекте Очень Много Отозвалась По Хорошему Отозвалась И Я Рад Что Ролан Пришел В наш Театр И Думаю Что Наше Сотрудничество Будет Очень Благотворно То есть Вам Как бы На душу Легли Его Идеи Не то Что Легли Я и ждал И вот Друг Пришел Из Франции Приехал С этими Идеями Человек Я Этому Очень Рад Андрей Я так Понял Что Большая Часть Работает Именно На вас Ляжет Как На Заведующего Литературной Части Потому что Он же Сказал На кого Она Ляжет Ага Еще Не факт Да Это Коллективная Работа У него Это Служебная Такая Обязанность Ребята Ну что Значит Искать Искать Это же Радостно Радостно Мы же Ищем Мы не Ищем Мы Обретаем Новое Знание Да И это Прекрасно Это Понимаете Здесь Это не поисковик Яндекс Это тоже важно Что Любой Театр Это Коллективные Истории Нет Такой Человек Который Будет Спасать Театр Я Не буду Спасать Театр Сам Нужно Актер Нужно Руководство Нужно Бухгалтер Нужно Пиарщик Нужно Менеджер Нужно Специалист По Дарватурге Вот И Моя Задача Как Я Дирижер Я Ну Нужно Чтобы все Инструменты Играли Вместе В армонии Чтобы все Звучали В одной Музику Вот Но У него Своя роль Очень важная Как и актер Как и Бутафор Как Масовских Все это очень важно Я могу только Настроить это все Но Я хочу сказать Да У Ролана Большие Театральные Демократические Традиции Так что Поясните пожалуйста Людям не сведущим Что такое Демократические Традиции По отношению К театру Ну Бывает Еще С советских Времен Когда режиссер Как деспот Я сказал Так и будет А тут Вы все таки Собираетесь Состоточиться На том Чтобы обсуждать Команда Команда обсуждает Каждый имеет право Высказать свою позицию Да Правильно понимаем У меня такой Закон для всегда Для жизни И это для мой Карактер Тоже Я думаю Ну От диалога Возникает истина Спор Есть Спор Рождается Истина Мне тоже Нужно Как режиссер Я не человек Который Дети Всегда Так-так-так-так-так И Закрывать Рот И все Хотя иногда Хочется Да В какой-то момент В какой-то момент Надо Закрывать Разговор И идти дальше Да Кто-то Кто-то должен Принимать решение Конечно Это мой Отчетственности Я в какой-то момент Сказал Все Разговор окончено Но Я зато Ну Три Голова Лучше Чем один Вот И Я Чувствую Свою интуицию Но все равно Критические Критические Мишления И какой-то спор Всегда полезнее Тоже и для себя Вот И я думаю Что Ну Например Я очень Ну Я говорю С Антоном Но тоже С актерами Общался С Андреем Ничего-ничего Привыкните Привыкните Не беспокойтесь Я с актерами Тоже Весь слушал Можете Их предложения Я чувствую Что есть Туда-сюда Есть желание Есть идеи И Стойте Стоит Их Не слушать А давайте Поподробнее Да Вот накануне У вас была пресс-конференция Вы там отметили Что уже успели Обсудить с актерами Их пожелания Мечты Целей У вас начался диалог Вы сказали Да В котором вы почувствовали Энергию И желание Собственно Актеров Развиваться И творить Вместе с вами Скажите поподробнее О чем мечтают Ну Каждый актер Ну Вообще В кукольне Вообще Это Немножко Отличать иногда От Драматические Что они Немножко Ресурс Сам по себе Кукольник Часто Как он Бедный Профессия Обычно Они сам Держат Во Франции Кукольник Часто Это очень Маленький Коллектив Мы отдельно Об этом Поговорим Хорошо Про то Как это Во Франции Я Я Я Слушал Предложение Кто-то Хотел Дать свой Собственный Спектакль Моноспектакль И чем-то Другой Моноспектакль Например Да Нет Мне послушалось Моноспектакль Или просто спектакль Сказали Ладно Хорошо Моноспектакль Ну Я думаю Что нам Нужны Не только Два Три Больших Спектакля Но нам Нужно Каждый год Выпускать Как минимум 6-8 Спектакля Но Не значит Что каждый Спектакль Должен быть Такой Громадный Блокбестер Это может быть Такие Авторские Работы Где Актер Свой душ Открыл И Иногда Это Гораздо Иногда Успешнее Какая-то Зарисовочка Шарш Мозок Художника Моя задача В этом Деле Будет Советовать Предлагать Какое-то Направление И Давайте Еще 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 Пожалуйста И Только Давать Шанс Человек Развиваться Потому что Иногда К сожалению В театрах Репертуар Иногда Есть люди Которые Более Заняты А Других Отдыхают Или Просто Умирают Потому что Не заняты И это Очень плохо Это очень Вредно Для Динамик Труп Нужно Чтобы Все Успели Найти Своё место В коллектив И Свою пользу Простите У нас Есть Такие Случаи Когда Кто-то Из актеров Менее Востребован Кто-то Более Востребован Так Это Стандартная Ситуация Для любого Театра Не только Для театра Кукол Это Беда По всему Мир Не только В России Любой Труп Пострадает Есть Такой Проблем Иногда Любой Главный Режиссер Иметь Своих Любимщиков И Людьми Которые Более Чаще Заняты Да Или Что Ну Контакт Бывает Что Есть Главный Режиссер Которые Адекватные Попытаются Всем Помогать А есть Люди Которые Жесткие Хочут Таких С ним Не хочу И Актеры Пострадают От этого И Попытаются Избегать Такие ситуации Потому что Нам нужно Всех Нам нужно Все Все сил Хочу Раскрыть И может Если Ну У нас Не будет Только я Буду ставить Но еще Наш Режиссер Из 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 Трупа И Приглашенный Может быть Так что Все Будут По Разному Раскрывать Труп И Тоже Как Такой Опасности Иногда Культивая Штамп У Каждый Режиссер Иногда У нас Такое Представление У Актера Думаю Он Должен И так Другой Режиссер Возьмет Один Актер И И И Совсем По Другому Вот И Это Чудо Когда Это Случится У Мне Несколько Раз Повезло Это Сделать Иногда В разный Театр Где Раскрыли Его И Все Стали И Он Стал Любимчик Ну Да Он Просто Задействован Скажем Так Он Получил Возможность Работать И Когда Это Случилось Это Мне Только Большой Радости Работать Со Звездой Это Легко Но Потом Открыть Судьба Человека Это Прекрасно А Самим Так Уж Простым Язиком Выражаясь Хозяйством Познакомились Полностью С Театром Прошли Потрогали Посмотрели Запах Втянули Ну Это Сейчас Почти Неделю Как Монбаза В общем Материально Техническая Да Ну Я Посмотрел И Я Быстро Начинал Видеть Всякие Монки Вопрос Которые Нужно Решить Но Проблемы Возникли Бросились На меня Вот И Начинаю Учить Как Решить Пока Справимся Что За Проблемы Можно Хотя Ой Слушайте Это Таких Хозяйственных Какие-то Очень Которые Биваются В любой Организации Кто-то болеет И Нужно Его заменить И Ну Иногда Просто У нас Командировки Кто-то Болеет Нужно Просто Нужно Быстро Найти Решение И Это Иногда Проблем Очень Серьезный Вот У нас Билет Гастрол Нужно Кто-то Отправить И Нужно Быстро На час Найти Решение Чтобы Заменить Это Таких Микро Проблем Которые Могут Стать Большой Кризис И Нужно Не допустить Что Это Кризис Не Проблем А Само Здание Котор Кукол Наш Замечательное Внутреннее Убранство Внешность Его Грандском Ландшафте Согласитесь Замечательно Или Не Совсем Слушайте Я Человек Чисто Практически Соображение Насчет Эстетически Я Это Оставлю У Остальных Я Смотрю Сцена Как Работает Мастерский Как Работает Руб Как Финанс Как Это Работает Если Красиво Это Прекрасно У нас Все Красиво Все Нормально Но Самое Важное Как Это Используемо Я Читаю Что У нас Все Времени Издание Материал Есть Все Это Роскош Для Кукольного Театра Я Работал У меня Были Свои Энтерпризы Именно Для Нас Для Нашего Города Роскош Имейте Ввиду Или Вообще Роскош Ничего По Любым Меркам Вообще Мы Иногда Объяваем Избалованно Мы Хотим Такой Гигантский Граматный Театр И То То Что У нас Есть Я Вам Скажу Что Почти Все Театральные Энтерпризы Франции Или Кукольные Мечтали Ими Такое И Вообще У нас Был Конкурс Четыре Человек И Мастери Предлагали Себе Четыре Человека Вы имеете Ввиду Претендовали На Должность Режиссера Вы Оказались Победителем На любой Конкурс Должен Как минимум 150 Режиссеров Я Хочу Хочу Понимаете Я не понимаю Что Кто-то Не хочет Это Потому что Это не вопрос Амбиции Это просто Шанс Это Роскошь Возможность Заниматься И творить Арушить Дела И заниматься Творчеством А заниматься Какой-то Полемикой Все такое И А здесь У нас Нет Большой Бюджета У нас Нет Огромотных Деньги Ну Это Это Не Оправдание Можем Деть Я Собираюсь Деть Спектакль Иногда Из 2-3 Кукли И можем Деть Чудесный Спектакль С почти Ничего Это Не значит Что Будем Только Этого Но Есть Огромные Возможности Спектр Возможности Спектакля Которые Можно Деть Ничего Так что Я буду Использовать Ресурс Театр Чтобы Его Использовать По максимуму И это Грех Это Недеат Слушайте Ну Вы Прям Как Заряжаете Своими Мыслями Своим Упростом Оптимист Нужно Как Как Сказать Как Любой Игр Любой Играть Своих Карт И Как Можно Лучше В общем У вас Стакан Наполовину Полон Нежели Пуст Хорошо Мы сейчас Прервемся На рекламу Ролан Банин Новый Главный Режиссер Кировского Театра Куколамини Афанасьев У нас В студии Андрей Антонов Заведующий Литературной Частью Этого Учреждения Мы Продолжим Через Минуту Время Бежит Давайте О планах Ближайших Поговорим Кировского Театра Кукол Имени Афанасьева Андрей Расскажите Пожалуйста Что в ближайшее Время Планируется И на что Вы можете Куда Можете Зрителей Пригласить Прямо Завтра 7 октября В 14.00 В Театре Кукол Будет Большая Экскурсия Мастер Класс От Нового Главного Режиссера Ролана Банин Первый Наш Театральный Квест Экскурсия Естественно И возможность Поуправлять Куклами Примерить Театральные Различные Реквизиты Все это Будет Завтра 7 октября В 14.00 Один главный Режиссер Поведет Все пришедших Кто-то будет Помогать Это Урок Будет В рамках Экскурсии А Экскурсия Ее программа Шире Чем Нежели Это Специальный Отдельный Урок Это Внутри Внутри Экскурсии Мастер Класс Главного Режиссера Это Урок В рамках С Театром 14 Октября В рамках Театра В 3 часа В рамках Театра Плюс Будет Особая Встреча Вы же знаете У нас есть Такой проект Театр Плюс Когда Мы Раздвигаем Рамки Театральных Традиций Приглашаем В театр Различных Интересных Людей Поэтов Писателей И Проводим Сделаем Экскизы Спектаклей И вот 14 октября В 15.00 К нам Приезжает Интересный Очень Человек Поэт Критик С умным Сердцем Лауреат Григорьевской Премии Мечтательный Автостопщик Который Проехал Вдоль и Поперек Ивановскую Владимирскую Область Написал об этом Три книги Одна из них У меня Здесь есть Вот Тяжкие Кони Аполье Три книги По результатам Поездок По двум регионам По двум Областям По двум Областям Господи Я просто думаю Если бы по всей России Проехался Сколько У него Как у Владимира Ленина 55 томов У него Как говорится В загашнике По сибирскому Тракту Так вот Он Не только Еще и критик Он еще и поэт Он еще и Издатель А издавался Его стихи Печатались В таких Значимых Изданиях Как Новый мир Орион Кольта Знамя Воздух Три книги Прозы Более Семидесяти Статей О современных Поэтах Причем Очень Великодушный Умный Взгляд На творчество Этих Авторов И Особенность его Такая Что он Не просто Как вот Душа Компания А настолько Теплый Живой Человек Что если бы Пришел бы К вам в студию Он бы Вы бы вместе С ними Ушли Так Вот этот момент Мне очень стал понятен Когда бы мы С ним вместе Ушли Прямо из эфира Нет После После Вы назвали его имя Андрей Пермяков Вот это была интрига Три минуты Имя не называли Вот и держали Вечер Он откуда сам Он сам из Кунгуры Из Пермского И фамилия соответствующая Пермяков Да Чтобы не было Разночтений Поэтому Чти их будете Пермяков Вечер начнется С того Что он Поделится Своими впечатлениями Он Участник многих Фестивалей Критик Член жюри Поэтому Те Вещи Которые Сейчас Происходят В современном Литературном Процессе Он знает От и до И В начале Вечера Он поделится Тем Что он Знает С кем Встречался А дальше Расскажет О своем Опыте Путешественника По Древним Различным Уголкам Нашей России И покажет Много 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 Фотографий Андрей Или он такой Хороший Человек Что вы ему Не рискуете Это предложить Да почему же Вот он Приедет Мы Это Обсудим Ну Чтобы Как бы Дать Старт Новому Путешествию Ну Знаете Он нашу Кировскую Область Достаточно Хорошо Знает Потому что Пермск Это Недалеко И что Он Не Написать О него Нет Он Должен Если выйти Из Кирова На восток То попадешь Пермск Да Он Просто Ее проезжает Все время Проезжает И достаточно Что знаешь То он говорит Да 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 Знает Так что Он В курсе Вот Книжки Только не хватает Да Раз уж приехал То будь добр Итак Андрей Перемяков Следующая Суббота 14 число Театр кукол Имени Афанасьева 15.00 Мы приглашаем Так У нас есть Несколько минут Так Возвращаемся К главному режиссеру Театра кукол Ролану Банину Ролан Ну Вашей ближайшего Собственно Постановки Когда уже Начнете работу То есть Какая-то Определенность уже есть Что будет делать В ближайшее время До нового года Если брать Вот такой Временной промежуток Уже Скажите Сейчас пока Мы как раз Активнее Работаем на эти вопросы То есть пока Обсуждение идет Что же Да Да Конечно Что брать в работу Да У меня свои предложения Есть Какая-то Конкретная задача Для нового года Которую Руководство Ставит передо мной И мы обсуждаем Лучшие решения Вот Не хотим Как Слишком торопиться Время мало Но Мы хотим Как Ну как Детарующий праздник Для нового года Чтобы не Какой-то Дежурный спектакль Новый год Что-то Ну что-то Интересное И который Тоже давил Как-то Маленький старт Новый сезон Вот Вот Как Ну Ну Секс Это Какой же Закон Жора Новогодние Сказки Нужно Это Учитывать Вот Но Попитаемся Все равно Дет Как-то Спектакль Которые Можем читать Как специальные Рощи Спектакли А не Как Ну Дежурные Задачи Которые Нужно Выполнять Вот И Что-то Было Интереснее Для Детьми И Для Родителей Вот Название Тогда Мы Можем Вам Сказать В начале Ноября Вот Потом Будет Какой-то Один Или два Спектакля Достаточно Быстро После Нового Года Есть Спектакль Которые Уже Договорились Что-то Будет Грузовичок И Прицеп Да Грузовик И Прицеп Да Это Детский Такой Спектакль Да Совершенно Для двух Плюс Будем На этом Работать И Потом Есть Один И Два Названия Которые Мы Будем Определить В ближайшее Время Хочется Спектакль Тоже Для Детьми Пока И Может Бит Один Спектакль Для Подростки Это Еще Под Вопрос Взрослый Спектакль Может Будь Будут Но Мы Сейчас Поищем Как Раз Это Тяжело Объявляться Заранее Сейчас Потому Что Мы Ищем Какой-то Маленький Спектакль Который Могут Достаточно Быстро Реализоваться И Могут Концерт Концерт Кукольный Номер Фантазии Какой-то Сказки Рассказы Но Тоже Используется Такой Сторителлинг Часть Кукол Вот И Это Все Вещи Которые Могут Появиться В Хаотический Порядок Вот И У нас Будут Такие Маленькие Экспериментальные Работы Которые Я не могу Назвать Сейчас Потому что Как раз Мы только Их придумаем Сейчас На ходу 11 ноября У нас Будет Премьера Горячая История 0.1 О Противопожарной Безопасности Такой Профильный Спектакль Ну Очень Очень Яркий С настоящим Пожаром Нет С настоящим Противопожаром Только Воображение Потому что Было бы Неплохо Представить Старт Нового Режиссера Там Будет Персонаж Огонь Здесь Это Уже Какой-то Договор Который Был До Меня И Который Конкретно Цел Я Читаю Что Есть Вещи Которые Нужно Общаться С детьми И Это Очень Важная История С Огон Я Лишний Тоже Поговорил Насчет Дорога В смысле Мощин И все такое Потому что Иногда Просто Когда Вожу В Россию Я Очень Боюсь Для Пешеход И для Людьми И Как-то Вот Такой Вопрос Обсуждать Иногда Но Это Один Проект Который Как раз Таких Важней Вещей Это Премьера Будет 11 ноября Да 11 ноября То есть Тоже Довольно Скоро Уже Достается Пара Минут Несколько Раз Ролан Вы Уже Заводили Речь О том Как Театры Кукол За рубежом Во Франции Живут Расскажите Пожалуйста Очень интересно Знать Там Совершенно Другая Работа Подход Средств И подход Организации Совершенно Другой Их Обучают Например Есть Один Кугольный Институт Шарлевель Мазиер Который Мировой Репутации Но Они Не понимают Что Такой Актер Рисор Или Художник Это Одно и Тоже Человек Они Все Умеют Многостаночники Как Да Человек Умешивает Все Профильный Специалист Вот И Они Подумают Спектакль Очень Короткий Маленький Форм Разный Формат Иногда На минут Двадцать Соло На пятнадцать Минут Я был На фестивале Как раз В Шарлевель Мазиер В сентябре И тоже Мог Вспомнить И посмотреть Что происходит И у них Безумные Идеи Совершенно И Подход Совершенно Другой Чем У нас В России И Мне кажется У нас В России Да Я тоже Читаю себя У нас И И И Стоит Посмотреть Их Подход Это То Что Я Изучал Сначала Что Нужно Немножко Изменить Свой Подход Потому Что У нас Таких Штампов Как Нужно Здесь Спектакль Всегда Такой Огромный Процесс Иногда Это Легче Иногда Таких Азарт Идея Нужно Давать Себе Возможность Попробовать Чтобы Смотреть Куда Это Идет Но Всегда Есть Проблем Иногда С Смысля С Бумажки И С Процедур Театр Репертуар Где Нужен Конкретный Проект Нужно Подниматься Куда Идет Средств И Мы Должны Этих Обстоятельства Учитывать Но Нам Нужно Найти Какое-то Пространство Поиск Чтобы Думать Ну Давай Делим Спектакль Совершенно Под Других Подходов Это Один Вещь Который Ну Нам Нужно Для себя Подумать Как Можем Делать С Молис Рец То Что У нас Есть А Мы Не Можем Делать Как Театр Обратцов Или Как Большие Государственные Театры Которые Могут Себе Подлагать Большие Декорации Большой Ресур Огромный Бюджет А нам Нужен Другой Подход Нам Нужно Быть Более Умнее Более Креативнее И Играться С нашим Оружием С нашим Мышлением И Главное Это Искать Как Других Делают Я был в США Недавно И Смотрел Как Бродуэр Работают У них Спектакль Ну Тоже Для Детьми Они Очень Смели В Некоторые Направления Что они Пишут Как Они Строят Спектакль Все Понятно Абсолютно Все Но Все Очень Хорошо Разработано И Всем Нравится И При этом Билет На 100 Доллар Сколько 100 Доллар Ничего Билетики И Ребята Есть Ну Как Очереди Чтобы Ходить Все Хотят Но Здесь Иногда Ну У нас Был Разговор Что Материал Для них Не Очень Искусственный Невысокое Искусство Так И Говорят Так У нас Было Такое Ощущение Здесь Но Спас Суд Он Очень Хорошо Разработано Что Это Зрелищно И Притом Понятно И Здесь Нам Нужно Как Найти Компромисс И Критиковать Сам Себя А Как Что Для Нас Хорошо И Что Продается Как Найти Успех Как Найти Баланс Это Идти Как Дешевый Спектакль Как Ну Вы Можете Сам Судить Иногда На телевидении Есть Сериалы Гениальные Русские Да Прошу прощения У нас К сожалению Время Истекает Вот Хотелось бы Продолжить Разговор Но Простите Что Прервал Мы Желаем Вам И вашим Коллегам Творческих сил Творческих Успехов Творите Радуйте Своих Зрителей Нас Всего Доброго Большое Спасибо Ролан Банин Главный Режиссер Кировского Театра Кукол Имени Афанасьева И Андрей Антонов Заведующий Литературной Частью Театра Кукол До свидания Всего доброго До новых встреч